всем привет вы на канале крипто комманс и сегодняшняя тема это конечно же наболевшая тема отскок или не отскок мы видим просто какой-то вынос и тех и других по сути мы видим с вами просто флэд затяжной по биткоину уже год но такой конечно можно сказать флэтец направленный наверх что не может не радовать если вы бык но да есть сужающийся диапазон и я не думаю что мы будем консолидироваться до конца этого треугольника я думаю что мы очень скоро либо ложно пробьем вниз и наверх либо просто сразу наверх это мое мнение дисклеймер не финансовый как всегда совет друзья но я вам говорю что я делаю по чесноку и я уже сам думаю может переобуться тоже в медведя все так и делают я же говорю вам вас 70 тысяч меня смотрит уже даже 77 кстати тысяч ребята 77 тысяч 600 подписчиков давайте-ка запушим эту цифру на 100 подписчиков чтобы было 7 7 7 будет очень круто вот и конечно же я вам говорю что там дэш лонг из серии вы встаете в лонг и все начинает падать поэтому может быть мне тоже стоит перевернуться в медведя но судя по тому что я читаю в комментариях друзья мои разворот где-то близко смотрите главная задача манипулятор это заставить всех оставаться в рынке поэтому падение медленное а не резкая чтобы не выпрыгивали надеялись что вот-вот отскочит проснитесь какой рост мы давно в медвежке я даже лайк поставлю и напишу такие нам нужны скоро отпишусь уже надоело слушать про бычий рынок эту за мундэш на данный момент рынок медвежий как ни крути какие паттерны не смотри когда рынок вернется к росту то будет бычий рынок уже два месяца падения какой бычий рынок как можно сравнить вообще какие-то звонят из доги смешно ну и вот мой страх уже давно позади нахожусь в стадии разочарования монеты держу на ту за муна не жду короче говоря таких комментариев просто куча и я сразу хочу объяснить тем кто пишут что рынок медвежий что они видимо либо не знают основ тех анализа либо просто гонят потому что смотрите у нас есть повышающиеся пики повышающиеся минимумы и также у нас есть не только глобально повышающиеся пики минимумы но также локально повышающиеся пики и повышающиеся минимумы с этим стоит считаться потому что они образуют смотрите как вот такой вот канальчик внутри более честного здорового что ли, аптренда. Соответственно, это я уже показывал в каком-то видосе, что вот так вот по синусоиде, грубо говоря, цена биткоина, просто сейчас ползет наверх и выходит из этого накопления. Накопление с волатильностью туда-сюда, как это было собственно и здесь, кто помнит. Тоже было такое дракониво. Мы по сути просто консолидировались, стояли на уровне 6-7 тысяч, но нас свозили на 3, на 14, снова на 4 и потом только наверх. Это такое же накопление через высокую волатильность. И я тут нарисовал некоторые уровни. Может быть, вам будет интересно. Давайте на них взглянем. Вот, посмотрите. Во-первых, давайте я их пока уберу и объясню заново. Во-первых, с этим локальным падением у нас образовалась вот такая вот трендовая. Посмотрите, да? Где мы от нее отбивались вот здесь и сейчас, возможно, отобьемся здесь. Плюс у нас тут была дивергенция и желтая точка на сайфере. И здесь у нас с вами тоже дивергенция и пока еще зеленая, но точка на сайфере. Что говорит о том, что сила продавца иссякает. И мы, как всегда, увидим пробитие наверх. То есть, смотрите, у нас здесь падающий клин, как бы, да, вот такое нисходящее сопротивление, поддержка. И также у нас было вот здесь и вот здесь тоже. Мы тоже очень долго падали. Кто там пишет, что 2 месяца мы уже падаем? Ребят, мы вот здесь падали 3 месяца, если что. И это не помешало нам остаться в бывшем рынке, как вы можете видеть, потому что мы переписали максимум и минимум. Вот. Поэтому я жду пробития отсюда наверх, по логике, потому что все уже разочаровались, всех уже половину ликвиднуло, половину сами вышли. и вот такие вот дела. По поводу уровней. Смотрите, вот у нас было предыдущее сопротивление, которое было ложно пробито вот здесь. В итоге такая голова с плечами небольшая образовалась, мы ушли ниже. После этого мы снова пробили его здесь и удержали как поддержку. А следующий раз, когда мы пробили вниз, мы здесь, оно выступило как сопротивление. И сейчас мы ушли сильно ниже. Вот этот уровень, я считаю, важный для первой цели, если мы сейчас пойдем наверх. Это уровень 58500 примерно. Также обращаю ваше внимание, что вот поза предыдущего сопротивления именно сейчас выступает поддержкой. Это тоже важный уровень. Посмотрите, это уровень примерно 41800. Предыдущее сопротивление вот здесь, которое было пробито со второго раза и удержалось как поддержка, даже чуть мы до него не дошли. Потом пробили вниз, оно отработало как сопротивление здесь, было пробито, удержалось как поддержка вот здесь. И сейчас вот здесь тоже удержалось как поддержка на этом резком сливе. И сейчас мы тестируем его. Поэтому, на мой взгляд, это очень важный уровень, который может отработать как ультимативная поддержка. Ну и, конечно же, в худшем варианте для быков, если мы будем падать, то вот у нас есть ультимативное дно, это примерно 29 тысяч. Но не думаю я, что нас туда свозят, ребята, слишком были бы подарки офигенные. Тем более, смотрите, у нас сейчас сходится вот эта восходящая поддержка и вот этот горизонтальный уровень с этим падающим клином, перепроданностью, дивером и точкой на сайфере. Потом, если вы посмотрите 4-х часовик, то там уже желтые точки. Вот, две желтые точки на сайфере это очень мощный знак, друзья. Говорящий о том, что мы отскочим с супервысокой долей вероятности. Поэтому, не знаю, я настроен все так же по быче, я добираю все это падение. Ребят, мы точно так же и делали на моем канале. Вот здесь мы добирали все это падение, пока все топили за медвежку, там за 17к. В итоге мы отскочили, улетели очень хорошо в хороший плюс. Плавно разгружались, плавно догружались. В общем, я остатки этого лонга держу до сих пор. По Coin Glass метрике мы видим, что все-таки немного, но, грубо говоря, 50-50, но на самом деле есть легкий перевес в сторону шартистов, и это хорошо, это значит, что есть кого стричь. Но, на самом деле, по чесноку, конечно, сказать, что здесь 50-50. Вчера было чуть больше перевес в сторону шартистов. Вот. Отскакиваем мы сильно, бычье поглощение внутри вот этих маленьких свечек мы видим. Посмотрите, как прямо сейчас растем, пробиваем 42 тысячи. Что еще хотел сказать? По Litecoin хотел сделать одно замечание на графике. Мы вчера обсудили с вами, что у Raven был халвинг, но совсем забыли про то, что у Litecoin был халвинг достаточно давно. У Litecoin был халвинг, второй халвинг Litecoin, 5 августа 2019 года. И до следующего халвинга Litecoin осталось еще чуть меньше двух лет, 562 дня примерно. И что мы видим вот из этой диаграммы, из этого графика? Что первый халвинг, после него прошло полтора года, перед тем, как Litecoin взорвался. И после второго халвинга, давайте-ка посмотрим, сколько прошло. Вот я на графике нанес линии. Это непосредственно халвинге Litecoin, белые вертикальные линии. И также хочу вам напомнить, что Litecoin, в отличие от Dash и Bitcoin Cash, переписал свой исторический максимум к доллару уже в этом сезоне. Не сильно, но переписал. Да, его максимум 2017 года был 350 долларов, а он сходил на 410. Поэтому тут картина тоже технически бычая, так как у нас есть повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. Вот. И фишка-то в чем? Смотрите, после первого лайткоина, после первого халвинга Litecoin, на логарифме будет видно лучше, это заняло у него примерно 120 дней, чтобы подняться на 10 тысяч процентов. То есть 100 с чем-то иксов выдал Litecoin к доллару. Но двигаться он начал, как вы можете видеть, только через 80 дней. Что происходит сейчас? Давайте посмотрим. Халвинг Litecoin, опять же, 80 дней он начинает двигаться. Посмотрите, он после дампа и флета начинает двигаться наверх. И сейчас прошло уже столько же времени, но Litecoin вырос всего на 333 процента за это время, и то уже скорректировался. То есть сейчас уже вообще на 83 процента. Ну то есть совершенно ни о чем. Потому что мы знаем с вами, что халвинг обычно влечет за собой десятикратное увеличение цены, даже без спекулятивного пузыря. Просто бейсмент как бы. Основной поддержка цены увеличивается там в десятки раз. Поэтому слушайте, по Litecoin будет вполне себе разумно, даже если консервативно представить, что он не на десять тысяч процентов, а на тысячу процентов вырастет чуть за более долгий срок, беря во внимание удлиняющиеся циклы, то это будет примерно тысячу долларов за Litecoin. Консервативный прогноз. Когда это будет, до хрена узнает. Но скорее всего это будет в обозримом будущем. И спекулятивно он может сходить и на две, и на три тысячи долларов, но потом вернется куда-нибудь сюда. Поэтому по Litecoin я считаю очень бычий сетап. Опять же, все его забыли. Не забывайте о том, что забытые монеты всегда начинают иксовать, потому что все из них выходят, и их очень легко пампить. У манипулятора-то дофига этих монет, понимаете? И Dash, и Litecoin, им нафига им их продавать вам по сто долларов? Они сейчас все их отжарили, им проще их запампить на десять тысяч долларов и продавать вам их там по десять тысяч долларов. Вы-то побежите их снова покупать, скажете, это будущее. Поэтому, друзья, на месячном таймфрейме Litecoin вообще у нас в абсолютном бычьем рынке отбивается от сетки MA Ribbon, что не может не радовать. В целом, да, кстати, и традиционные рынки тоже. Золото нащупало поддержку здесь на месячной сетке. Это очень радует, потому что золото искусственно сдерживает цену. Конечно, оно уже давно должно тузамунить, потому что оно переписало тоже свой исторический максимум. Ну и, в принципе, по здравой логике должно как и золото, так и серебро. S&P-ха вообще просто, я не знаю, на месячном таймфрейме тут даже не пахло коррекциями еще. Nasdaq тоже. Красная свечка хайка наша месячная, но в целом супер устойчивый аптренд. Было бы логично предположить, что сейчас всех запугают шортами, потом сделают вот такую вот шпильку по всем рынкам и потом только тузы дно. Как это и было на пузыре .com, как это и бывает практически всегда на всех рынках. Вот, посмотрите, вот этого еще не было. И на крипте, я думаю, это также скоррелирует. С единственным отличием, что крипта, в принципе, не обязательно должна дампить, когда фондовый рынок идет в медвежку, как вот здесь было. Крипта не обязательно должна дампить, потому что у фондового рынка, начиная с появления биткоина, еще не было ни одного медвежьего рынка, как вы можете видеть. А у биткоина их было уже два полноценных. Это 2013-2015 год и 2018-2020. Вот здесь у биткоин и вся крипта падали сильно. Поэтому, друзья, можно и обратную раскорреляцию ждать, что с фонды наконец-то посыпятся деньги в какие-то другие активы, в то же самое золото, серебро и биткоин и стопудовые монеты. Ну а раз уж мы заговорили с вами про традиционные активы, то напоминаем вам, что биржа PrimeXBT это платформа следующего поколения. На ней вы можете торговать как криптой, так и форекс-валютами и традиционными активами, так и индексами, компаниями, нефтью, золотом, серебром и всем-всем-всем остальным. То есть, по сути, это ваш такой, грубо говоря, брокер, который принимает крипту. То есть, вы делаете депозиты в USDT, в биткоине, можете копировать успешных трейдеров через функцию ковестинг и также получить неплохие бонусы по нашему промокоду. Для этого вам нужно ввести в вашем маржинальном кошелечке промокод CryptoCommons50 и вы получите скидку 25% на все комиссии, плюс какие-то еще дополнительные ништяки и плюшки там сезонные в виде депозитных бонусов и так далее. Собственно, вот на бирже вы можете торговать всеми рынками. Например, открывать хеджевые лонги там по золоту, по серебру или хеджевые шарты, я не знаю, если хотите по фондовому рынку там условно говоря или по вашим валютам локальным. Плюс еще на бирже есть такой момент, что из-за санкционных ограничений они пишут, что с Россией не работают. На самом деле все окей, работает. Просто по e-mail регистрируйтесь либо вводите телефон Казахстан плюс 7, тоже если вы из России. И на вопрос, если вам будут писать, что для резидентов Россия не обслужится, вы ставьте галочку просто в стиле, что я здесь нахожусь, но не живу, что-нибудь такое. И без всякой верификации все прекрасно работает, грубо говоря. Вот, так что интересная биржа. Здесь также можно торговать альты к биткоину, что немаловажно. Также у нас на канале есть подробный обзор, как торговать на этой бирже. Обязательно посмотрите его, сейчас он появится сверху. И ссылку, естественно, вы найдете в описании. Регистрируйтесь по ней, вводите промо-код. Ну а мы продолжаем. А так, напоминаю вам, что сеть биткоина обработала транзакции более чем на 12 триллионов долларов за последний год. Это показатель, который увеличился на 400%. График от Galaxy Research и CoinMetrics. Но кто-то правильно написал в комментариях, что типа, как эта сеть могла обработать, то есть как сеть биткоина связана с ценой в триллионах долларов, да? Да, в принципе, никак. Сеть обрабатывает. Просто речь идет о том, что сеть стабильная, надежная, она обрабатывает как технически, как торренты. И все больше и больше людей ей пользуются. А так, конечно, ребята, и хешрейт биткоина обновил исторический максимум. Тоже это прямая корреляция с ценой, потому что в долгую вы видите, что хешрейт биткоина растет и цена растет. То есть корреляция стопроцентная. Но в целом на обратной стороне медали я вам тоже могу сказать один, как сказать, предостережение одно вам сделать, что, ребят, да, биткоин, да, инфляция бешеная, гиперинфляция, да, биткоин это будущее, цифровые платежи, все дела. Эрдоган там сейчас, вон, президентом Эль Сальвадора встречается и так далее. Но может быть такое, что все это уже заложено в цену биткоина. Да, мне хочется самому верить, что по здравому смыслу он должен делать еще вот так и лететь, 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 потому что, ну, доллары печатаются, традиционная финансовая система скамится, а крипта это будущее, и она, я вижу с 2016 года, ребят, как она растет. Я это говорил всем еще в 15-м и в 16-м году. Правда, канал завел уже в конце 17-го, точнее нет, канал, кстати, криптокомментс я завел в 16-м году, но ничего туда не постил. Я просто, видимо, зарегал имейл или чтобы что-то смотреть, лайкать, а постить начал уже вот здесь. Но, что я вам скажу, мне хочется верить, и я это вижу, что он растет постоянно. Но если вдруг это все заложено в цену, вы поймите, технология блокчейн, она все равно будет прекрасной технологией. Даже если вдруг эти гребаные манипуляторы захотят и сделают вот так, понимаете, биткоин все равно будет прекрасно работать и по 1000 долларов, даже и по 2 доллара. Понятно, что многие откажутся его майнить, но тогда будет проще, будем майнить снова его на обычных компах, сложность упадет. То есть я вам еще раз говорю, что, скорее всего, будет продолжение роста, но все это, естественно, спекулятивный пузырь. Любой рост, ребята, даже рост золота, даже рост, я не знаю, чего, недвижимости, это все спекулятивные гребаные пузыри. И хорошо, что они надуваются и сдуваются, нам дают на этом заработать. И мы с вами верим, я надеюсь, вы тоже верите в крипту и в блокчейн, как и я. И это в долгу должно дать рост, но в моменте будут очень жесткие коррекции, ребята. И если это отражено в цене, то есть нас могут, в принципе, задампить вот так вот и начать все это сначала. Как было с нефтью, кстати, недавно, кто помнит. Нефть сходила в минуса. Как такое возможно? Здесь этого, конечно, не видно, но она реально ходила в минуса. Тоже никто этого не ждал, все думали, что вот тут дно. Поэтому будьте готовы ко всему, друзья мои. Такие мысли, такие дела. С вами был Гриня, он же Фла-ла-ла. Спасибо, что смотрите. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, ставьте тейк обязательно. Ставьте стоп. Всем профитроли и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok